Спасибо большое, господин председатель. Давайте я еще раз поблагодарю организаторов за то, что я могу здесь быть, делиться своим опытом уже один год цифровой системы ПЭТ. Я думаю, что в нашем ближайшем будущем все сканеры будут цифровыми, и мы будем предлагать вот эту цифровую систему. Это новые детекторы, которые заменят предыдущую технологию 50-х. Итак, это наша система, это система Philips, называется Various. Для тех, кто заинтересован в технических деталях, вы просто посмотрите на эту статью, где мы опубликовали стандарты этой системы. Она недавно была опубликована в этом году в GM. Сегодня я больше сфокусируюсь на клинических результатах, которые у нас получили. Что мы можем ожидать от этой системы в клиническом смысле? Наша система установлена рядом с аналогичной системой, то есть 64 слайса КТ. И мы преимущественно сфокусировались на сравнении между двумя этими системами, между двумя этими сканерами. Пациенты, которые получали, мы их в один и тот же день с одной и той же инъекцией, мы их обследовали, и затем мы смотрели в одной и той же сессии на двух сканеров. Мы их рандомизировали, что мы делаем вначале, аналоговые на гемине или же цифровые на вереусе. Первый вопрос, с которым мы столкнулись, был, будут ли сами изображения лучше. Здесь то, что мы ценим разницу, это первый пациент, который на двух системах, пациент с лимфомой. Вы заметите, что на цифровом сканере справа. Картинка выглядит более контрастной. Анатомию лучше видно на цифровом варианте по сравнению с аналоговым. Качество, то, что вы можете оценить. Вот этот пациент с лимфомой, который на цифровой системе изучали. Справа вы видите сканер перед химиотерапией и после химиотерапии. Картинки лучше видят, лучше контраст, лучше разрешение. Следующая ткань. А следующая вещь. Вот эти вот. Лучше ли мы будем видеть саму опухоль? Это пример. Увидеть, как происходит накопление красителя, контраста. Это пациентка с раком груди. И акселярный узел, лимфоузел. На цифровом скане справа. Это высокое усилие накопления контраста. И также был сделан вот этот снимок в этот же день, в эту же секцию. Следующий момент. Насколько мы можем, как мы можем увидеть и визуализировать большее количество очагов? В 20% случаев мы можем увидеть большее количество очагов. Это как раз пример пациента с крупной опухолевой массой на шее. Это первичный. Больше очагов видно. Небольшие, крошечные. Они лучше визуализируются, лучше на цифровом скане по сравнению с аналоговым снимком. Еще один пример пациента с колоректальным раком. Метастазы в печень и в легкие. У этого конкретного пациента небольшие очаги. Это очаги в легких. Лучше видны. А иногда они просто не видны при использовании аналоговой системы. И это было сделано одновременно практически. Затем мы подумали, будет ли это работать с другими РФП. Это сканирование пациента с раком предстательной железы. Вверху это цифровые, внизу аналоговые изображения. Вот эти небольшие метастазы в шейном отделе позвоночника, они пропущены были бы на аналоговых сканах. Это происходит также, если мы, например, используем и другие РФП. В случае цифрового сканирования эти очаги видны лучше. Что касается еще и других случаев, где мы можем использовать такую аппаратуру, например, вне онкологии. Здесь представлен случай пара щитовидной аденомы. Аналоговое сканирование, а справа цифровое. Если имеется очень небольшая пара щитовидной аденомы, она визуализируется на цифровых снимках. Оно практически не видно на аналоговых снимках. Едва-едва просматривается на аналоговых. А вот в этой конкретной ситуации у пациентов с пара щитовидной аденомы, когда она очень небольшая, цифровая ПЭТ-КТ работает очень хорошо. Как я уже сказал, изображения, они более контрастированы при использовании цифровой системы. Это пример пациента. Это леомиосаркома. У пациента были пульмонарные очаги в легких. И вот здесь очаг с более высоким накоплением. Идея заключается в следующем. Если мы собираемся наблюдать за этим пациентом, то лучше использовать цифровую систему. Или изначально нужно выбрать, какую систему будете использовать. И с помощью этой же системы продолжать наблюдение за пациентами. Также необходимо принимать во внимание гетерогенность очагов. Это пациент с саркомой и метастазами в легких. Если мы посмотрим на первичные очаги, цифровые изображения, на цифровых изображениях лучше демонстрируется гетерогенность очагов по сравнению с аналоговыми снимками. И если нам необходимо действительно оценить гетерогенность очага, то цифровая система, опять же, имеет преимущество. Я хочу показать еще несколько примеров очагов, которые визуализируются на цифровом сканировании и пропускаются при аналоговой системе, при использовании аналоговой системы. Это пациент. Использование центральная система, цифровая система, а внизу аналоговая система. 7 миликюри РФП было инъецировано для проведения сравнительного анализа у пациента с раком легких метастазов в печени. И мы видим небольшие очаги, которые видны на цифровом исследовании и пропускаются при использовании аналоговой системы. То же самое. Этот же, еще один пациент. И небольшие очаги здесь видны на узелке на цифровом исследовании и пропускаются на аналоговом. Тот же самый пациент. Очень небольшие очаги в костях. Мы видим здесь, что они более контрастированы на цифровых снимках по сравнению с аналоговыми. Еще эта система хорошо работает, если мы будем визуализировать печень. Хочу показать примеры, как работает контрастирование. Это пациентка с раком молочной железы с подозрением на метастазы в печени. Сначала аналоговой, цифровой, аналоговой, цифровой. Вот эти очаги, которые видны на цифровом снимках, они пропускаются на аналогов. Ну, еще один пациент. Пациентка с раком груди. И тут не было подозрений в отношении поражения печени. На аналоговых снимках ничего нет, а вот на цифровых мы визуализировали небольшой метастаз печени. И мы в данном случае можем изменить стадирование пациентки. Еще один пример. Рак груди. Подозрение на метастазы в печени. Цифровой, аналоговой, цифровой, аналоговой. И четко видны очаги на цифровых снимках, которые практически пропускаются при аналоговом сканировании. Вот этот тип, этой цифровой системы показывает существенные преимущества в данном случае. Что же касается размеров очагов, которые мы можем определить. Это пример 60 лет мужчина, которому проводилось стадирование рака легкого, первичная опухоль, метастазы в легкие. И лучше видно, опять же видно на цифровых 4 мм, маленький очажок, который практически не виден, который пропускается на аналоговом снимке. Мы считаем, что в случае очагов легких, мы можем понизить порог определяемости приблизительно 3-4 мм. Еще один пример. Пациент, который пришел к нам для проведения рестадирования больной меланомой. Цифровой, аналоговый внизу. Полсантиметра очажок хорошо виден на вире по сравнению с джиминай. И в средостении мы видим также опять очаг, который на цифровом снимке видим, а на аналоговом пропускаем. Цифровое сканирование мая 2018 года. А изначально пациент пришел в марте. 4 мм узелок, который виден здесь, он измерялся как 2 мм на аналоговом. А мы видели его на КТ, подумали, что может быть он доброкачественный, но он оказался злокачественным. Наш порог определяемости выявили, может быть, от 3 до 4 мм. Мы так полагаем. Мы можем изменить парадигму, когда, например, на сканировании с ФДГ мы характеризуем очаги метаболические, небольшие очаги. Но сейчас мы можем изменить вот этот порог определяемости от 1 см. И мы можем сейчас определять уже очаги 0,5 см. Опять же, процент пациентов, где мы определяли новые очаги. Эта статья была опубликована, и можно ее прочитать. Это цифровая система, а это аналоговая система, GEMINI. Все пациенты были исследованы в один и тот же день, была определена одна инъекция контрастного препарата. Цифровая система определяет очаги, а, например, аналоговая система 0 не определяет. Это процент пациентов с более частотным определением очагов. 100 пациентов было исследование, и у 22% без очагов. А если мы рассмотрим только пациентов с образованиями, это 26 уже процентов. Это не означает, что мы всем изменили стадирование. Нам необходимо сейчас понять, в какой конкретной ситуации нужно изменять степень. Но данные действительно оказывают воздействие на клиническое стадирование. Оказывают влияние на клиническое стадирование. И еще хочу продемонстрировать разницу в случае, опять же, с использованием ТОРа-18, мы можем увидеть большее количество очагов при сцентиграфии. Что касается головного мозга, прекрасная картина получается. Мы можем делать стандартную 1-мм реконструкцию, и видим, как ФДГ накапливается при сканировании. 1-мм реконструкцию делаем для амилоида. Мы также проводим сейчас клиническое исследование в этом отношении. Но стандарт – это 1-мм реконструкция при использовании цифровой системы. В заключении необходимо сказать, что такая цифровая система, которую мы сейчас используем, улучшает качество изображения, нет никаких сомнений. СУФ обычно выше, и это лучше для наблюдения за пациентом, для стадирования пациентов. Большее количество очагов определяется, это меньше 1-мм в диаметре. Мы можем снизить или время, или дозу РФП, потому что система работает очень быстро. То, что я вам показала, это была 1-м инъекция 7-мм, но мы можем наполовину уменьшить дозу РФП или время наполовину уменьшить без потери качества снимка. Может быть, 3-мм инъекции инъекции, 2 минуты на 3-мм, или можно 7-мм использовать, но тогда 1-м на укладку, и это реально. Но для того, чтобы все-таки вы хотите получить хорошую визуализацию и хорошее изображение снимок, нужно или снижать время исцелетканирования, или снижать дозу РФП. Я готов ответить на вопрос. У меня один вопрос. Выполняли ли вы прямую компрессию СУФ при одном и другом случае цифровую и аналоговой системе? Да, в этом году была опубликована статья, и называлась вот эта статья «Сравнение СУФ при цифровом и аналоговой системе». Но существует один фактор здесь. Фактор заключается в следующем. Какое сканировать делать сначала? Если вы делаете аналоговое сканирование, а цифровое после, разница намного больше, потому что у вас выше чувствительная цифровая система, плюс отсроченный эффект накопления. А если делаем сначала цифровую, а потом аналоговую, то вот этот эффект от срочки компенсируется, но разница не слишком большая. А что касается уровня накопления, какой СУФ более хорош, скажем так, для опухоли, более правдоподобен для оценки опухоли? Я думаю, что это у пациентов с лимфомой за наблюдением за пациентами, имеет для оценки ответа на химиотерапию. Но опять же, то, что я еще и говорила. Если вы изначально начали делать на аналоговой системе, надо и наблюдение за пациентами продолжать с аналоговой системой. И наоборот, это касается цифровой. Более важный момент – это то, что мы можем определить очень малые очки, которые не видны на аналоговой. Это основное послание этой системы. Большое спасибо за прекрасную презентацию, уважаемый профессор. Первый вопрос. Имеется ли система, так называемая, Time of Light в системе Gemini? Потому что я увидел разницу в реконструкции. Потому что вот реконструкция выглядит более такой зернистой, чем точной. И еще один вопрос. Когда у вас оцениваем первичных проблем, как вы решите первичных пациентов, как вы вообще справляетесь с этическими проблемами, используя аналоговый или цифровой? Потому что пропустить можно же с ним, пропустить образование. Ну, это вот система обновления, скажем так, наших технологического оснащения. У нас нет сейчас специфических критериев, какой использовать аппарат. Мы, например, у нас нет каких-то предпочтений в отношении РФП, но мы предпочитаем, например, использовать все-таки в ТОР-18. Мы, потому что качество снимков все-таки получается получше, независимо от сканера. Я бы, например, если все-таки обследовал себя или кого-то из своих родственников, я бы предпочел все-таки цифровое сканирование. Большое спасибо. А разница исследования между двумя системами? Ну, приблизительно 40 минут в среднем потребовалось на исследование. И поскольку мы можем видеть более малые очаги, то в зависимости от концентрации красителя. время очень важно в отношении накопления контраста и проявления на снимках. Поэтому нужно стандартизировать протокол. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...